Добрый вечер, дорогие друзья! Вас приветствует Европейский гуманитарный университет. Меня зовут Максим Асмилта, и сегодня у нас очередной вебинар для тех, кто в 2021 году хочет поступить на учебные программы Европейского гуманитарного университета. Мы рады вас приветствовать сегодня, и сегодня темой нашего вебинара станет, пожалуй, одна из самых ярких магистрских программ, которую в этом году ЕГУ предлагает для поступающих. Это программа «Визуальная пластика». И особенно радует то, что формат сегодняшнего вебинара будет досматривать участие не только преподавателей, как это часто у нас бывает, а в нашем случае это одновременно и преподаватель, и куратор программы, доктор Константин Гайтанджи, но также и магистранка этой программы, Валентина Фащенко. И именно в формате такого диалога, в формате общения между такими двумя, скажем, основными, пожалуй, такими группами интересов, которые сконцентрированы на программе «Визуальная пластика», и в такой модальности именно пройдет сегодняшний вебинар. Я хочу лишь напомнить, что «Визуальная пластика» — это магистрская программа, которую буквально несколько лет назад Европейский гуманитарный университет запустил. И это программа, которая действительно по своему содержанию, по своему наполнению предлагает возможность воплотить свои амбиции, воплотить свои мечты, свои представления о том, что нужно именно вашему дальнейшему творческому развитию, карьерному и академическому развитию в весьма междисциплинарном формате, поскольку действительно во время учебы на этой программе наши магистранты покружаются, мне кажется, в очень интенсивную среду взаимодействия с не только разными формами аудиовизуальных искусств, но и действительно с разными контекстами. Контекстами как пространственными, так и временными, так и именно инструментальными. И в этом отношении, я думаю, что для тех из вас, кто задумывается о поступлении на программу «Визуальная пластика», не должно быть препятствием, наверное, определенный стереотип, может быть, и предубеждение, что как это так? Как программа по направлению дизайн, а я не умею рисовать, я, наверное, не найду себе применение на этой программе, поверьте, если вы до этого получали дизайнерское образование, например, как Валентина, либо вы не получали дизайнерское образование, ваш бэкграунд находится в какой-то другой области гуманитарных наук, социальных наук или искусств, вам есть как применить свои навыки и компетенции, свой бэкграунд, свои, повторюсь, амбиции в рамках этой программы. Я думаю, те выпускники, которые буквально через несколько дней на следующей неделе будут получать дипломы этой программы, у нас будет первый выпуск программы «Визуальная пластика», я думаю, что и разнообразие тех сфер, в которые они погружены, еще раз подчеркиваю, что действительно на программе «Визуальная пластика» могут себя найти не только те, кто последовательно развивает свое портфолио в какой-то одной области искусств, например, но и в том числе те, кто посредством вовлеченности в разные сферы искусств, разные области гуманитарного и социального знания, они пытаются как раз таки определить собственную такую траекторию, собственный почерк, собственный язык. И поэтому сегодня доктор Константин Гайтанджи как раз таки расскажет об этой программе и студентах, которые обучаются на ней, более подробно делит это внимание. А магистрантка Валентина Фащенко, она расскажет уже непосредственно о собственном опыте как на момент поступления в магистратуру, который в случае Валентины происходил год назад, так и в том вдохновении, которое она находит как в технике, так магии и искусстве. Поэтому с нетерпением буду также включаться в то, чтобы узнать больше. Меня особенно заинтриговала роль магии в том, что касается вашего вдохновения, Валентина. Поэтому передаю слово Константину, Валентине и всех тех, кто присоединяется к нам в Zoom или находится вместе с нами в пространстве на нашей странице в Facebook. Хочу пригласить, комментировать, задавать свои вопросы в чат-боксе или голосом, если вы с нами в Zoom, и будем рады ответить на те вопросы, которые у нас будут возникать. Константин, Валентина. Добрый день. Добрый день. Спасибо, Максим, за представление. Может быть, начну немного я, потом передам слово Валентине. У меня такая есть дробь, презентация. Я показываю буквально несколько слайдов, которые, может быть, немножко лучше помогут понять, о чем я говорю. Само название, оно такое довольно провокативное. Я говорю про такие вполне реальные вещи, как искусство, такие абсолютно реальные, фундаментально реальные вещи, как технология. И слово «магия», которое нас связывает, наверное, на большей степени, с одной стороны, с миром каких-то сказок или фэнтези, с другой стороны, с этим всем таким сомнительным миром шарлатанов от различных областей. Но я думаю, что, может быть, стоит этому слову вернуть его изначальной коммонтацией. Потому что сразу в моей первой декларации я не верю в сверху спецназа. И я не верю в то, что, поступив на визуальную пластинку, вы научитесь двигать предметы на расстоянии, гнуть от серебряной ложки силы мысли или предсказывать будущее. Хотя с последним, может быть, отчасти и да. Я хочу сказать, скорее, о том взаимоотношении различных областей знания, одной из которых является искусство, с прочими областями знаний, которые могут быть вербализированы, математизированы и такими, как естественные науки, например. И, может быть, я немножко проиллюстрирую то, о чем я говорю, с помощью нескольких очень компактных, коротких слайдов. Меня, может быть, хорошо видно. Вот это название, которое «Art, Technology and Magic». Магия в том изначальном понимании, она совершенно не обязательно означает вот это присутствующее в нашей культуре противопоставление между естественным и сверхъестественным. Если мы возьмем любого средневекового демесленника, не будем говорить даже про выдающихся художников, но мы будем говорить просто про, скажем так, цеховые какие-то явления, то мы увидим, что для людей средневековья магия была абсолютно реальной. Не только потому, что они в нее верили. Люди в средневековье верили в разные вещи, над которыми мы сейчас смеемся. Но, может быть, еще и потому, что не было никакой разницы между реально работающей технологией и какой-то магией, которая принадлежит к миру вымысла, фикции. Любое действие. Например, распространенное, может быть, кто-нибудь из вас даже вспомнит, то, что вот еще даже в 19-20 веках в глухих деревнях к кузнецам относились с глубоким подозрением. Считалось, что кузнец имеет дело с чертом. И это очень хорошо объяснимо именно тем, что магия – это что-то, что работает, но мы не понимаем, как это работает. Точно так же есть такое выражение, что технология – это магия, которая на самом деле работает. В этом плане, разумеется, в средневековье было полностью управляемо. Изготовление какого-нибудь меча всегда было магическим действием, не только потому, что при этом исполнялись какие-то совершенно необязательные обряды, но и потому, что конечный результат зависел от множества различных факторов. От настроения внеца, от погоды на улице, от фазы Луны и от всего, чего угодно. Потому что технологический процесс, как таковый, не был четко описан, он не был четко зафиксирован. К тому же, любой человек извне, скажем, человек, незнакомый с кузнечным мастерством, воспринимал знания и умения кузнеца как магия. Потому что ему не было понятно, как это делается, почему это делается, и как это вообще работает. Так, я попробую пойти чуть-чуть дальше. И для этого, наверное, нам надо сначала спросить себя, что такое реальность вообще. Кадр вот этот, который я тут поставил, я думаю, многие узнают, что это такое. Это Log Lady из сериала Twin Peaks, который говорит, что совы – это не то, чем они кажутся. И вот в этом плане я поместил эту фотографию, потому что для иллюстрирования той мысли, что реальность, которую мы видим, которую мы воспринимаем, и реальность, какова она есть на самом деле, это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Наше восприятие ограничено не только нашими органами чувств, которые сформировались в результате эволюционного процесса и которые очень сильно зависят от различных странностей и превратности той эволюции, которая происходила с нами. Это тоже, так сказать, отдельная тема. Почему мы воспринимаем мир именно там, как мы воспринимаем его? Тут можно возвращаться очень далеко на сотни миллионов лет и, скажем так, находить очень интересные моменты. Но суть все-таки в том, что мы всегда имеем дело с каким-то представлением реальности, а не с реальностью самой по себе. И это разделение, оно было достаточно воспользовало в европейской философии, по крайней мере, со времен Канта. Это противостоит вот этим наивному восприятию, которое говорит, что мир – это то, что мы видим, что мы понимаем. Но когда мы начинаем углубляться в эти теоретические дебли, мы видим, что мир все-таки начинает все более выглядеть все более и более странным. и вот примерно как можно описать такой простой схемы трех концентрических окружностей, которые находятся одна в другой. Есть все, есть реальность, как его не называют, мы можем различные терминологии использовать, все, что есть. В этом, в этой огромной, возможно, бесконечной континууме есть определенная сфера, сфера феноменального восприятия. Это то, что мы воспринимаем с помощью наших органов чувств, так или иначе. Ну и, наконец, в этой области феноменального восприятия есть такая область, которая еще намного меньше. это область науки или область, та, которая, в принципе, доступна для научного познания. Это то, что может быть формализировано, выражено лингвистическими, то есть средствами языка, либо средствами математики, формулами. Однако, вот за грани вот этого вот научного восприятия остается та область, которую я назвал в данном случае таким философским термином из области философии сознания, так называемой куалия. Что такое куалия? Куалия – это субъективное качество восприятия в английском языке. Это то, что мы постоянно ощущаем, это то, что постоянно является в нашем потоке сознания, но то, что мы не способны вербализировать, то, что в принципе нельзя выразить средствами языка, то, что нельзя выразить в порядке каких-то точных терминов. И это не какие-то мистические образы, запахи, это цвет вечернего неба на заказе, цветов, запах цветов, как я сказал, вкус какого-нибудь блюда. Мы все понимаем, это мы можем об этом говорить, но мы не способны, какой бы долгий текст мы ни написали, мы никак не сможем передать в точности этот опыт. То есть он является невербализированным. Но мы можем транслировать его другими способами. Например, простая вещь, тот же самый закат мы не можем передать литературными средствами, но мы вполне способны сфотографировать его или нарисовать и передать те ощущения, которые он у нас вызывает. Это совершенно другой язык, язык визуального искусства. И в общем-то этот визуальный язык это значительной степени и есть то, что мы на этом нашем курсе изучаем. Для меня такой может быть наиболее интересной областью современной изучения, современной философии является новый мастерианизм. Тут такой философ который наверное саги является флагманом этого направления, американский философ Колин Макгин, который утверждает, что у человека как такового есть пределы человеческого познания, они ограничены просто конституционными особенностями. например, мы не можем объяснить собаке смысл игры в шахматы. Я люблю собак, но я свою собаку научить играть в шахматы очевидно не способен. Точно так же должны существовать какие-то концепты, существовать явления, которые мы не только не способны должным образом понять, но не способны даже и восприять. есть вещи, которые находятся за так называемым то, что Магин называет cognitive closure или когнитивная закрытость, когнитивная занавеса. И для каждого вида, допустим, это завес, она находится на разном расстоянии. Для собаки может быть она поменьше, для человека побольше, но она все равно существует. Точно так же могут существовать существа какие-нибудь с других звездных систем или допустим продвинутые системы искусственного интеллекта, которые способны видеть, для которых эта когнитивная закрытость будет находиться где-то дальше. И может быть что важно в данном случае в этом процессе познания это то, что когнитивные вот эти вот cognitive closure для средств науки то есть для средств натурального языка и средств математического языка и для с другой стороны для искусства они находятся немножко в разных местах. Это взаимопересекающееся множество мы видим есть области которые попадают и туда и туда но тем не менее есть области в которых например бессильно искусство или в которых бессильна наука но искусство что-то может нам сказать про структуру реальность и поэтому художественные исследования это такое исследование которое частично использует средства науки и частично использует средства искусства и благодаря этому мы можем получать какое-то более широкий и более широкую картину мира вот и я думаю что это это очень важно тут у меня последняя картинка на которой изображен может кто-нибудь узнает американский писатель Говард Филипп Славкрафт известный как автор литературы ужасов но его значение для современной философии в том числе для современной философии искусства оно оказывается оказалось неожиданно большим в некоторой степени стараниями и современных философов спекулятивных материалистов так и спекулятивных реалистов так и в общем-то новым мастерианизмом главная идея которая проскальзывает наверное вот всем этим творчеством это то что именно идея о том что человек является достаточно ограниченным существом но тем не менее у нас есть какая-то возможность хотя бы попытаться понять границы своей ограниченной и в этом плане я думаю студии студии искусства студии концептуального продвинутого искусства они могут проведение художественных исследований они могут позволить очень эффективно нащупать вот эти вот границы и может быть я передам тогда слово о Валентине который проект который как раз я думаю связан с такими границами понимания да класс спасибо обожаю TwinPix кстати я тогда поделюсь своим экраном наверное сейчас секунду так я уже делюсь да да отлично страницы которые хотели делиться вам нужно выбрать какой именно экран вы хотите показывать так ясно а наверное просто десктоп окей хорошо значит ой да я начну у меня то что то есть презентация небольшая значит тема связывает сегодняшнего вебинара она связывает искусство магию и технологию я расскажу о том как я это воспринимаю как это отражается в моем творчестве и в принципе в обучении на магистратуре так так опять скатили картинки значит во всем этом я вижу интеграцию среди магии технологии искусства и получается это та исследовательская зона которую я хочу изучать в вот эти получается два года своего обучения в университете и в которой я хочу проводить эксперименты да то есть вот это все и как-то пересечение интерсекшн всех этих трех сфер Константин на одном из наших коллоклиумов привел пример цитату Артура Кларка точнее его третий закон то что любая доведенная до совершенства технология неотличима от магии я также использовала то есть я отталкивалась от этого высказывания в своих в своем ресерче и в своих каких-то поисках так как в принципе использование современных медиа как какой-то терапевтический вид трансформации очень интересен и близок я бы хотела изучать то что именно происходит сейчас в сфере развития технологий и пересечения ее с искусством так я могу рассказать немного о себе в принципе то есть как чем я пришла на эту программу я могу так что значит я не пришла на программу то есть я отучилась на дизайне но у меня нет художественного образования я изначально училась получается поступала в университет на программу культурного наследия и отучившись там полтора года я поняла что мне ближе к путь создателя и то есть общение ведение диалога с миром с окружающим пространством посредством визуального языка языка искусства и то есть тогда я с нуля начала как-то понимать все это процессы пробовать пробовала я достаточно много так значит я сейчас будет наверное открываться ссылки ладно да я пробовала то есть иголочки иголочки ладно я сделаю то есть мы тогда изучали техники анимации мы пробовали стоп-моушен разные графические приемы я сама пробовала живопись получается легче если я так открою сейчас вот то есть я могу от себя сказать что совершенно не важно если у человека какой-то вот этот базис просто можно пробовать в процессе и это все приходит то есть тогда когда ты именно начинаешь и это то есть можно абсолютно всему научиться за год и попробовать разные техники так у меня очень медленно интернет ладно значит да моим бакалаврским проектом был проект посвященный документальной фотографии в театре вот в этом я тоже видела какую-то магию именно потому что мне в душе это откликалось я решила в принципе его и сделать значит так значит вернемся к презентации значит теперь я хотела бы рассказать что в принципе я воспринимаю как магию Константин уже сказал как он это видит во что он верит во что не верит значит для меня магия то есть я не хочу чтобы мы ушли в эту тему как это есть такое понятие как unhealthy spirituality и вот эта вся взаимосвязь с религией то есть я не хочу затрагивать никакую из религий и все то что можно или нельзя значит для меня это просто сверхчувственное восприятие мира и по сути процессы магии это процессы знакомства с культурой мира с тем чем он был изначально до всех этих современных в общем до всех появлений этих современных не знаю как это сказать до нашего современного теперешнего дня шаманов считали магами только то есть за то что они умели договариваться с пространством и по сути это просто энерго информационный обмен в природе я верю то есть то что человек это энергия природа это энергия и то есть ежесекунда между нами и всем окружающим нас пространством происходит этот обмен и магия это просто осознанное осуществление этого обмена но мы не можем быть на 100% осознанными мы не были рождены для этого мы не пришли в этот мир для этого поэтому то есть тут никто не претендует на то чтобы двигать двигать предметы силой мыслей или чтобы собаки умели играть шахматы потому что то есть душа в теле собаки она пришла мир тоже не для того чтобы учиться играть в шахматы и она может восполнить если исходить из потребности она может просто восполнить эту потребность любым другим способом тем что ей позволяют ее вот эти органы чувств да то есть для меня это делала какие-то зарисовки к своей работе так как моя свою дипломную работу сейчас я обозначила как феноменология и трансформация феноменология и самость наверное да то есть я обозначила трансформацию self-transcendence это как самоактуализация и феноменологию как три ключевых темы и вот значит двигаясь дальше то есть вся квантовая физика она тоже относится то есть она поясняет немного законы вот этого нашего физического мира и она во многом очень подтверждает эту взаимосвязь энергии и человека и окружающего мира это также музыка так как звук это как это звук это совершенный проводник между трансцент трансцент дентальным опытом и то есть его легче всего уловить человеку и раньше вся эта этническая музыка она то есть она несла в себе очень глубокий смысл и она могла действительно влиять на какие-то процессы так это я уже нашла в общем из примеров в искусстве то что очень сильно завораживает как какое-то визуальное отражение вот всей этой магии технологии в искусстве это для меня является одним из таких хронофотография которая началась со снимков Мембриджа вот и по сути это попытка запечатлеть вот эту интенсию момент какого-то человеческого действия человека как танец спорт либо другое то есть любое движение и любое движение то же самое танец это просто импульс пространства то есть даже здесь можно увидеть некую магию также это в разных темплс храмы собора и да то есть все древние соборы которые построены и сохранились еще которые не были разрушены после революции они также как это они служили таким местом силы и свет были какие-то научные эксперименты и они доказали то что свет и все эти окна с витражами они не случайно то что это тоже действует определенным образом и на человеческий взгляд и на человеческий глаз и в пространстве что аккумуляция света она также магическим способом передает определенное состояние вот этой энергии как плотности в воздухе также это вот эта вся сакральная геометрия все то что в принципе любая геометрия которая поясняет нам золотое сечение это тоже то есть тоже то с чем работали и алхимики и это по сути доказывает доходя до даже достроения атомов насколько все взаимосвязано да вот еще из такого недавнего то что я для себя открыла это акупунктуру и вот эту китайскую медицину то есть они еще то есть получается очень-очень давно понимая эти процессы с медицинской точки зрения сделали как науку то есть получается все эти точки в человеке и их взаимосвязь с нашим физическим состоянием то есть нажимая на определенные точки они занимаются лечением и всем и то есть по сути можно сканировать все тело и понять какие есть где энергетические затыки и энергия то есть для них она должна проходить через тело как луч и тогда считается что человек он здоров вот я не буду говорить здесь про чакры вот так же алхимия то есть многие просто считают что алхимики пытались открыть философский камень для того чтобы присти бессмерти хотя на самом деле они да это считается псевдонаукой но они занимались изучением процесса трансформации самого человека и поэтому они исследовали процесс трансформации веществ камней золота металлов да то есть но их основная цель была понять было 33 ступени развития человека вроде бы и основная цель была передавать и записывать и хранить вот это вот знание про именно трансформацию человека в том виде к которому он приходит в этот мир его физической оболочки из так же авторов которых я открыла для себя художников которых я открыла для себя недавно как раз в процессе обучения я узнала про фильму Аф Климт это получается шведская художница и она еще в 19-20 веке получается передавала то есть она считала себя медиумом и посланником и передавала через свои картины вот это сакральное знание так как она считала что общается с путью духами которые были как-то высшими существами и они попросили сделать работы для храма чем она то есть она восприняла это как заказ на всю свою жизнь и последующий то есть всю свою жизнь посвятила этому большому заказу я начала читать какие-то книги посвященные ей то есть там везде где фигурирует вот это слово оккультизм и магия это все мне кажется то есть оно сейчас очень пошлино или как-то неверно воспринято поскольку оккультизм это тоже нечто сакральное оно не должно быть доступно для большинства людей и это вопрос в том то есть человек на каком уровне вот этого сверхчувственного восприятия находится человек чтобы это все понимать и это не должно быть то есть даже вот Хильма она состояла в кругу людей и они получается писали в своих дневниках то что это не должно быть вынесено на всеобщее обозрение пока мир не будет к этому готов и получается массовое распространение информации это не было их целью это ее работа из серии лебеди там где она использует получается вот эту всю дуальность мира показывает и тут также в каждой из них заключена вот эта геометрия так да это еще ее серия это да это отрывок из фильма Skyladder это документальная даже могу наверное показать сейчас трейлер это то что извините у нас время да давайте мы ссылку скинем в чатбокс потому что все я поняла плохо показываться будет так проще наверное людям потом просмотреть потому что возникают сложности обычно когда видео с ютуба транслируется в зум а окей так да то есть это работа автора которому посвящена документальная посвящена документальная фильм на нетфликсе который то есть художник и он выражал то есть он посредством фиверков то есть самый вот такой масштабный проект это был построить 500 метров лестницу в небо чтобы достичь бога и это получается взорвать ее фиверками вверх и это у него получилось так значит да говоря вот о технологии я нахожу очень большое вдохновение иммерсивных медиа в то чем занимается то есть до какого уровня дошла сейчас техника здесь мы видим примеры motion capture то есть технологии которая считывает человеческие движения под датчиком и потом переводит их в любые 3d формы через по сути в любое материал так вот это мое наверное основное вдохновение фотографии в основном это документальные фотографии и то есть там также автор они запечатляли настолько глубокие моменты из мира искусства и просто из живой природы что то есть ты когда на них смотришь будто напитываешься сам вот их восприятие мира и она то есть она тоже была выше какой-то грани то есть тоже можно сказать сверхчувственным да вот это наверное из визуального искусства какая-то подборка того что меня вдохновляет сейчас и это и скульптура и все камень дерево материала и стекло вот о боже почему-то громко так да я начала пробовать работу со звуком и это просто два каких-то кусочка какой-то музыки которые сама написала так наверное это было очень громко да так же вот это просто то есть меня иногда захватывают какие-то примеры которые я вижу на просторах интернета я просто начинаю их пробовать и то есть это совершенно то есть я наверное просто как пример человека который то есть у меня нет в этом образовании она просто брала проходила какие-то туториалы и это все настолько легко получалось что я просто хочу наверное этим сказать что нужно если что-то нравится нужно просто серьезно гуглить смотреть туториалы и пробовать потому что ты можешь вынести какую-то свою идею в этой оболочке на новый уровень точнее на новый уровень используя то чему ты научился так ну в общем вроде все моя презентация сейчас закончилась если есть какие-то вопросы я сразу все на них отвечу вот и могу скинуть разные ссылки большое спасибо у меня есть вопрос во-первых спасибо Валентине Костасу у меня есть вопрос как раз Костасу насчет того Валентина представила то что ее интересует с точки зрения именно сферы художественного исследования которое действительно находится на пересечении многих областей знания вот а чем еще занимаются Костой сейчас наши магистранты вот особенно скажем те кто выпускались буквально совсем недавно на следующей неделе будут получать дипломы магистранты визуальной пластики какие темы они для себя выбирали для 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 воплощения своих амбиций на этой программе да спасибо за вопрос темы на самом деле были очень разными у нас были темы скажем так связанные как с какими-то социальными явлениями например один из проектов был посвящен тем политическим событиям которые происходили и происходят в Беларуси сейчас такой отчасти репортажного характера но в то же время имеющие все необходимые черты художественного исследования другие например был проект который исследовал дом понятие дома и понятие дома как пространство жуткого то есть как в этом уютном появляется внезапно что-то что является максимально неуютно максимально uncanny даже я думаю это английское слово не имеет такого точного перевода вот еще был проект посвященный например исчезающим белорусским деревням он еще остался незаконченным потому что студентка ушла в академический отпуск но это связано именно с теми политическими событиями которые сейчас происходят она как раз журналист она журналист Титбай или Тутбай я точно не знаю как это произнести Тутбай да да и вот как раз когда мы говорим про этот бэкграунд то Алена как раз у нас Леся она у нас человек который пришел из области журналистики и на самом деле она очень интересные проекты представляла и надеюсь что в следующем году она закончит вместе с нынешним первым курсом и не сомневаюсь что будет очень успешный проект потом еще один проект был посвященный как-то за гаражи немножко наши студенты зацепились и вот еще один посвященный именно гаражной культуре которая тренингует автомобили и которые ставят там всякие интересные звукосистемы тоже очень интересный проект был тоже такое социальное исследование исследование вот этих вот городской периферии исследование культуры можно характеризовать как бы в части культура культура бедности культура урбанистической периферии пакет пакет парни которые сидят целых городах и поминуют какой-нибудь там жигули неизвестно какого года выпуска потому что нет возможности приобрести ничего более современного вот и на самом деле все все проекты были очень интересными и в общем-то все получили очень высокие оценки комиссия была тоже очень серьезная были люди из директора Литовского музея искусств например руководителя нашей комиссии выпускной и в общем все проекты были очень и очень интересными и точно так же очень интересные проекты сейчас делают и нынешний первый курс кроме того что Валентина представила у нас еще там есть 4 человека сейчас или 5 и которые тоже все работают и ну может быть я не буду рассказывать про каждый проект то что я могу сказать только то что все эти проекты они в значительной степени базируются на том опыте который эти люди получили на том бэкграунде с которым они пришли уже в нашу программу и наша программа именно как может быть уже упоминал Максимас это то что она является такой очень междисциплинарной и для нас как раз самое интересное начинается когда приходят люди с очень разным опытом и тогда тогда вот эта междисциплинарность она начинает возникать это те исследования которые находятся между какими-то очевидными направлениями здесь социолог здесь политолог здесь журналист здесь художник а если мы будем смотреть на какие-то пограничные области которые или области пересечения то это будет скажем ну это это и есть самое интересное потому что там есть такие лакуны в которые никто никогда не заглядывает какие-то вопросы которые никто себе никогда не задавал и вот тут как раз и появляется это пересечение искусства и каких-то технологий каких-то какого-то научного знания и я думаю что это вот самое интересное то что с чем мы можем столкнуться спасибо большое я хочу напомнить всем тем кто следит за нашей трансляцией в фейсбуке либо находится вместе с нами здесь в зуме у вас есть возможность задать вопросы как валентине которая буквально год назад была на вашем месте дорогие друзья которая также проходила через все эти вызовы поступления в магистратуру но успешно с этим справилась потому что на самом деле поступить в магистратуру в визуальной пластики можно прямо не выходя из дома весь процесс происходит онлайн и он действительно не такой страшный как может показаться и у вас еще есть время успеть это сделать поскольку документы принимаются до 5 июля а с другой стороны конечно Константин как куратор программы визуальная пластика также уверен с радостью сможет ответить на ваши вопросы и у нас был комментарий в чатбоксе в том числе с благодарностью от надежды Солеевой Валентине за то что она поделилась своими объектами вдохновения вот я думаю что действительно мы все разделяем эту благодарность и чтобы Валентина вы нам рассказали что движет вами что вдохновляет вас что заставляет вам задаваться вопросом о том что окружает нашу среду как это влияет на нас и может быть Валентина вопрос вам такой же вы поступая на программу визуальная пластика вне всякого сомнения должны были пройти собеседование мотивационное собеседование о том о чем вас спрашивали на собеседовании как к нему подготовиться и вообще что нужно знать о собеседовании ой это оно пришло очень в легкой форме такое то есть я даже особо не переживала нужно было то есть до собеседования мы отправляли все документы и писали наш исследовательский примерный проект то есть я просто написала видео эссе на одну страницу то с чем я хотела бы работать и чему научиться то есть непосредственно зачем я иду в университет и почему мне это именно надо вот на самом собеседовании то есть мы встретились с преподавателями честно я не помню я помню мне просто пожелали удачи и сказали что все хорошо и что моя тема как это подходит она хорошая я могу ее развить то есть это было в очень такой свободной и дружелюбной форме вот кажется что переживать за собеседование не нужно правильно я понимаю да нужно нужно просто понять то есть для себя понять с чем ты туда идешь над чем ты хочешь работать либо даже если ты пока не знаешь просто хотя бы обозначить вот эти сферы либо просто написать свои сильные стороны и сферы которые тебя интересуют и тебе уже там помогут немного я может быть от себя еще добавлю что хорошая новость в 2021 году заключается в том что в отличие от поступления в 2020 когда поступала Валентина предоставлять исследовательский проект не нужно так что Валентина поступали бы в этом году было бы еще проще но тем не менее вы уже на один год вперед продвинулись так что для тех кто именно поступает в 2021 повторюсь еще раз исследовательский проект не нужно предоставлять поэтому имейте ввиду что действительно процесс поступления будет такой крайне крайне гладкий в этом плане. А, Валентина, тогда вопрос такой. Ваши одногруппники, из каких они сфер? Это практикующие художники, дизайнеры, артисты? Какого рода группа у вас сформировалась? Скажите об этом поподробнее. Да, так, сейчас вспомню. У нас есть Александра, она закончила в Киеве режиссуру, то есть она пришла из этой сферы и сферы кино, и она пришла с желанием изучить анимацию и интегрировать все это и сделать какой-то проект. То есть не помню, как называется сейчас ее тема, но это о том, наверное, о поиске дома или себя. Да, я лучше не скажу, чтобы сказать не то. Вот, то есть она пришла из режиссуры, потом Ирина, у нее вроде психологическое образование, потом да, еще Лиза, она тоже окончила университет ЕГУ, тоже дизайн, и наверное, несколько лет назад решила поступить на магистратуру, вот, и Виолетта, она также окончила дизайн и решила поступить в магистратуру. То есть режиссуры до психологии, от дизайна как бы до до психологии, как бы вот в этой дистанции как бы вполне можно себя органично чувствовать на визуальной пластике, поэтому еще раз просто хочу воспользоваться возможностью для тех, кто может быть переживает о своем первоначальном таком академическом бэкграунде, с этим, это наоборот, во многих смыслах может служить даже преимуществом, то, что вы с прежним опытом, как будь то профессиональным, так как академическим, оказываетесь в новой среде, тем самым, с одной стороны, тот инструментарий исследовательский, которым вы обладаете, он может намного больше даже расширить то, как вы сможете, находясь в магистратуре, воплотить свои амбиции, свои планы, вот, а с другой стороны, если вы непосредо-последовательно развивали себя в сфере искусств, допустим, дизайна, то это также очень логично и резонно, что вы бы могли оказаться на визуальной пластике, поэтому здесь то, что называется такая win-win ситуация, которая вам позволяет получить максимум от этого, и самое главное, конечно, это не переживать, что та тема, которую вы, может быть, решите озвучить во время собеседования, что вам придется ей придерживаться на протяжении всех двух лет, как раз-таки наоборот, я уверен, что оказавшись на первых парах, например, с профессором Артуросом Райлой, скорее всего, вы совершенно по-новому взглянете на ту тему, которую вы формировали, на те интересы, которые у вас есть, и меньше всего, конечно, важно отметить это взаимодействие внутри группы и коллективные проекты, насколько мне известно, этому тоже уделяется большое внимание во время учебы, верно, Валентина? Да-да-да, это так. Я думаю, наоборот, это гораздо интереснее, если человек пришел не из дизайна, то есть не из вот этого изобразительного искусства, так как он... То есть это новый мир и свежая голова, и возможности, они действительно безграничны, и то есть это даже какой-то большой-большой плюс. Валентина, а какие у вас планы после магистратуры? Вот вы уже через год, мы надеемся, закончите магистратуру, но дальше вы планируете продолжить свою траекторию в академической такой среде, либо наоборот как-то углублять именно сферу искусств? Какое у вас представление о том, чем вы будете заниматься через год? Да, то есть мне интересна сфера детского образования и развития, точнее, куда в этом плане движется искусство и технология. Я буду, то есть я буду, наверное, пытаться поступить на докторантуру докторантуру в Америку, очень интересна art therapy, то есть либо art education или терапевтическое искусство, либо преподавание его, и, да, либо в докторантуру где-то здесь, в Европе. То есть мне очень хочется продолжить это академическое развитие, вот, и, ну, то есть параллельно это не отменяет того, что нужно работать, и я бы хотела, то есть, да, работать где-то в сфере видеомонтажа или фотографии. Ну, что ж, я надеюсь, что мы сможем убедиться в том, что вы движетесь по обозначенной траектории, что ваша амбиция, она станет реальностью и будет воплощена. А всем тем, кто с нами находится, будь то в Zoom или в Facebook, если следить за трансляцией, хочу напомнить, что еще раз у вас есть возможность задать вопросы, вот, и пока мы ждем, если вдруг кто-то решит воспользоваться такой возможностью. Константин, что важно не упустить сейчас вот задумывающимся о поступлении на программу визуальной пластики? Какой такой один совет можно от вас попросить, как от куратора программы, озвучить для магистрантов этой программы? Да, ну, довольно сложный вопрос, что, что, что важно не упустить. Наверное, в первую очередь, надо не упустить вот эти формальные моменты, потому что оно бывает очень-очень обидно куда-нибудь не поступить, если просто по какой-то причине чисто формально что-то не так оформили, что-то не так не туда послали, и так что, но все это, думаю, довольно-таки несложно. Если говорить о таких, может быть, более глубоких вещах, я не могу сказать ничего, потому что мне не надо, чтобы вы вот в этот период от вступительного экзамена до начала занятий куда-нибудь во что-нибудь так очень сильно углублялись, потому что, как я сказал, то, что, скорее всего, после первой же сессии у вас все очень сильно изменится, очень сильно изменится ваше мировоззрение и понимание того, куда вы пришли и куда вы будете двигаться. Поэтому, если я вам скажу, читайте то, смотрите, то, это, это, и потом все окажется бесполезным. Но я думаю, что просто по возможности, конечно, вот сейчас в вековой ситуации это все сложно, но пользуйтесь возможностями для культурного обучения. Особенно, если вы пришли из области именно чистого искусства, то смотрите хорошее кино. Тут, знаете, тоже все эти списки рекомендаций, смотрите классические фильмы, например, смотрите какой-нибудь архаус, но фильмов огромное количество, и, знаете, я не могу прямо сейчас представить какой-то список. Пользуйтесь возможностями, если есть, посещать галереи современного искусства, смотреть какие-нибудь документальные видео про современное искусство, современных художников, про современные арт-институции. В общем, советую заниматься таким самообразованием культурным, но без излишнего, так сказать, рвения, потому что без какого-то ясного скелета, костяка, на который вы будете наращивать эти знания, но это не всегда может быть зачастую пустой тратой времени. Но не совсем пустой, но может быть не очень эффективен. Поэтому чтение тоже, понимаете, чтение, бессистемное чтение, оно тоже может быть не очень полезно. то есть если вам интересно, замечательно, но просто заставить тебя прочитать какое-то количество литературы, представляете что-то приблизительно по этой теме, но это тоже, я думаю, не очень важно, потому что мы вам представим определенный список литературы, который является более-менее таким уже отфильтрованным и эффективным в плане того, что той системы и тех концептуальных рамок, в которых вы работаете. Вот. Ну и в конце концов у вас есть, будет полтора-два месяца до начала занятий, конечно, только постарайтесь отдохнуть, потому что потом будет довольно трудно, потом будет много работы и пока есть возможность пользоваться с ними. Мы тоже будем пользоваться, когда у нас начнется выпуск. Я поддерживаю, последний совет я особенно поддерживаю, что действительно, дорогие друзья, мне кажется, что Константин очень все понятно описал, что с одной стороны такое чрезмерное рвение к тому, чтобы попытаться такой, скажем, уже прочитать всю эту необходимую литературу как бы до начала учеб-магистратуре было бы очень непоследовательным, потому что именно для этого вы и поступаете в университет, и для этого мы именно взаимодействуем с вами в такой атмосфере сотворчества. Это, пожалуй, то, что действительно отличает характер обучения не только на визуальной пластике, в ЕГУ, но и вообще на всех наших программах, но особенно это, конечно, проявляется на наших бакалаврских магистров программах в областях искусств, в областях искусств, потому что в такой творческой среде вы взаимодействуете именно на горизонтальном уровне, а не на какой-то такой вертикальной иерархии. Это как раз и то, что позволяет ей образовать такую большую синергию от всего того, что происходит как внутри аудитории, так и помимо нее. Можно сказать, в том числе, что наши магистранты, выпускники магистратуры в том числе выставляют свои работы на, в том числе, Каунской биеннале, например, в совершенно скором времени. Поэтому возможность выйти в том числе и за пределы университета, выйти в публичное пространство, представить свои творческие проекты в них, и это могут быть самые разные междисциплинарного характера творческие проекты, которыми вы занимаетесь. Такая возможность также существует. Поэтому на этой ноте я бы предложил нам как раз таки и подводить итог к сегодняшнему вебинару. Было исключительно интересно и очень познавательно услышать, с одной стороны, от Валентины, что ее как магистранку побуждает к поиску и проявлению таких творческих амбиций, творческих планов, что для вас, Валентина, служит источником вдохновения. И ваш пример как магистранке этой программы, я думаю, он очень важен и действительно очаровывает тех, кто с нами находится здесь в Zoom либо следит за трансляцией в Facebook. А с другой стороны, от Константина, как и от куратора программы, особенно в начале вашей презентации, мне кажется, была также очень важна, чтобы структурировать понимание о том, что собой представляет именно художественное исследование, как оно находится на грани научного исследования, с другой стороны, художественной деятельности и творчества. Поэтому хочу поблагодарить вас за участие в сегодняшнем вебинаре, поблагодарить всех, кто к нам присоединялся, а также Наталью, которая помогала в чат-боксе с ссылками на важные страницы на сайте. Повторюсь, что вся информация о порядке поступления в ЕГУ находится на сайте echu.lt и основной набор в 2021 году продлится до 5 июля. Поэтому не упускайте свою возможность стать частью сообщества ЕГУ уже в этом году и повторюсь, поступление в этом году, возможно, прямо не выходя из дома. Будем рады вас видеть на магистрской программе визуальная пластика, а также и на всех других программах Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе. Всем большое спасибо и хорошего вечера. Большое спасибо. Всем удачи. Игорь Негода.